Виктория Каштаненко повторила мое утверждение, что распад России будет происходить таким неспокойным образом В отличие от распада Советского Союза, когда сохранялись разные центры власти В сегодняшней ситуации, когда Путиным охранники поставлены на местах, что они будут делать, одному Аллаху известно Не понимаю, почему Аллаху их туда отправили для подавления самостоятельности регионов Правильно, что же конкретно будет происходить, хочет знать Виктория Каштаненко Виктория, ну вот я бы просто добавил бы еще, что вы правильно процитировали Их поставили для подавления самостоятельности регионов Это значит, что сращивание с региональными элитами, ну естественно это, необходимое, не происходит То есть они не становятся руководителями регионов Они становятся надсмотрщиками регионов, такими генерал-губернаторами И это значит, что в момент, в переходный, почти во всех случаях, не во всех, кстати говоря, но почти во всех случаях Они потеряют эту власть Элиты региональные их не будут поддерживать И их приказы просто не будут исполняться И они будут отстранены от власти Значит, разными способами Хотя мы знаем примеры, когда вот это сращивание местных чекистов с региональными элитами Происходило, происходит И у нас есть прекрасный пример, когда попытки центральных чекистов Значит, подавить региональных чекистов То есть фактически получить в управление бюджет Вот бюджет строительный Привел к тому, что там бедного Навального направили доказывать, что там в Новосибирске, в Омске, в Томске Значит, действуют строительные мафии И что эти строительные мафии нужно вытеснить И вместо них должна появиться строительная мафия федеральная Ну, это другими словами там произносится Но не везде отсутствует сращивание В некоторых местах это сращивание происходит И эти элиты вместе с чекистами местными начинают бороться Там вот отравление этому посланцу федералов Они организовали Что будет происходить? Ну, моделей того, что может происходить, очень много И самое главное Я уже, так сказать, рассказываю о некоторых наработках Которые уже сделаны Самое главное, что это будет происходить в разных регионах по-разному Будут регионы, в которых это будет быстрый, легкий процесс Ну, где уже осуществует некий консенсус элит Консенсус Противостояния с федеральной властью Они очень быстро, так сказать, консолидируются Объявят о своей независимости Есть регионы, где этого консенсуса нет Есть противоречия и есть, в общем, некая степень неопределенности Того, что хотят элиты Это связано с географическими параметрами С положением по отношению к другим государствам Где-то доходы таможни высокие, где-то они низкие Где-то они высокие благодаря тому, что товары через другие регионы поступают к ним Для таможенной очистки И после потери вот этой вот инфраструктурной возможности Значит, эти регионы потеряют и возможность таможенных поступлений Везде по-разному И самое главное, понимаете Вот эти различия региональные Они создают некое напряжение в межрегиональных отношениях Ну, грубо говоря, мы это видели, знаете На примере вот этого начального периода Там, девяностые, начальные девяностые года Когда в некоторых регионах там коммунисты продолжали управлять процессом И регулировали цены И закрывали собственные рынки для окружающих регионов И, в общем, творили всякие эксперименты На которые потом требовали ресурсов у федеральной власти И коммунисты КПРФ очень активно включилась в выкачивание этих ресурсов Из федеральной власти И успешно Мы с вами знаем, что дефолт 98-го года Это результат уступок федеральной власти Ну, вот коммунистам Когда многим регионам В поддержку их экспериментальных, так сказать, наклонностей Ресурсы эти предоставлялись Вот, возникает напряжение конфликта межрегиональных Моделей, которые могут реализовываться в регионах Ну, я думаю, что больше сотни И в разных регионах с разной вероятностью А модели вот этих новых межрегиональных отношений Ну, это, значит, если модели 100 То модели межрегиональных соотношений 100 факториал То есть, там, триллионы Вот, как это будет развиваться Это надо моделировать Для этого нужны математические модели Которые я предлагаю начать строить Межрегиональных соотношений 100 факториал